Добрый вечер, дорогие друзья! Нам очень приятно видеть вас в этом красивом музыкальном зале. В зале органной и камерной музыки «Пензоконцерт». Огромная ко всем просьба, у вас с собой есть мобильные телефоны. Пожалуйста, поставьте телефоны на режимный звук или в режиме вибрации, кому-то подобно. Спасибо! Друзья мои, хочу сразу предупредить, что концертная программа состоится сегодня в одном отделении. Отделение будет большим по продолжительности. Полтора часа беспрерывной музыки. Но я думаю, от этой музыки вы получите действительно истинное наслаждение. Сегодня у вас в гостях Александр Князев, заслуженный артист России, столист Московской государственной академической филармонии, лео-чилист, органист, пианист, лауреант самых престижных международных и национальных корпусов и фестивалей. И все это лишь малая часть фактов из богатой творческой биографии известного российского музыканта. Александр родился в Москве, обочил Московскую консерваторию по классу виолончели и Нижегородную консерваторию по классу органов. Завоевал международные знания, стал пауриатом престижных конкурсов, в том числе имени Петра Ильича Чайковского в Москве. Как органист Александр Князев много и успешно выступает в России за рубежом, исполняя сольные программы и произведения для органов с оркестром. Ее органов в репертуаре значительное место занимает музыка и органы Себастьяна Баха, в том числе 18 лепсинских хораллов, 6 треосонат, искусство фуги, гольберка вариаций, 6 сонат для скрипки органов. Он не раз выступал в концертах с французским органистом Жаном Дью, а также записал его концертную фантазию для реланчели и органов. Она как раз таки посвящена Александру Князеву. И вот этот концерт, сегодняшний, дорогие друзья, как прошло другие органы-концерты, Александр Князев посвящает памяти Жанна Дью, великолепного органиста, которого не стало в январе этого года. Он был другом Александра, и поэтому я еще раз повторюсь, что этот концерт, в степени концерте, посвящен памяти Жанна Дью. И, друзья мои, кого интересуют эти диски, вы можете сразу после окончания концертной программы, в фолье, вы увидите администраторов, в которых вы можете приобрести диски. Это гольберка вариация, это двойной диск, большой, красивый, и музыка Баха, записан на Бриге, на историческом органе Топского собора, вальке. Итак, я еще раз повторюсь, друзья мои, что концерт, вестеревая его профессия, 1 час 30 минут. Что мы будем с вами сегодня слушать? Замечательная программа, маленькая органная книжечка, программа Себастьяна Баха. Маленькая органная книжечка состоит на 45 обработках на хоралл церкового года, задуманные как небольшие звуковые картины. Они содержат характерные мотивы-символы, например, парень ангелов, мальшаги и усталого пунктника, которые проникают и другие сочинения Баха. Этот звуковник, по праву, считается словарем музыкального языка композитора, является одним из величайших музыкальных достижений. Основная часть из них была написана Бахом приблизительно в 1714 году, веерский период жизни в служебных и методических целях для одного из его сыновей, на тему литургических немецких хораллов и вошла в заборник, известный как «Маленькая органная книжечка». Несмотря на то, что написание этих хораллов при людей носило для автора известной степени характера композиторских упражнений, каждый из маленьких пьес является настоящей жемчужиной и великолепной короней его органного творчества. Сейчас вы все это сами услышите и сами прочувствуете волшебство и торжественность музыки Иоганна Себастьяна Баха. Итак, друзья мои, мы приглашаем в этот зал нашего гостя заслуженного артиста России Александра Князева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Продолжение следует...